В эфире программа Утро ТВ. Сегодня 26 марта. Это значит, что ровно неделя остается до самого неформального праздника. 1 апреля – День дурака, День смеха. Ну или по-разному его называют. Как провести этот день, как разыграть своих друзей, родных, коллег так, чтобы не было обидно и чтобы в ответ не увидеть такую кислую мину? Ну, спасибо. Чтобы не было мучительно больно, в общем. Об этом мы сегодня поговорим с человеком, который профессионально занимается розыгрышами. Это Филипп Букалов, директор одной из компаний, организующих праздники. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Доброе утро, Филипп. Ну и сразу же, вот давайте проясним. 1 апреля – это все-таки не день рождения, не Новый год. Как много людей готовятся к этому празднику? Вот прям готовятся, готовятся. Ну, надо дать, конечно, ну, так сказать, должность сказать. Есть люди, которые готовятся к этому празднику. Их, конечно же, не так много, как, ну, это не такой повод, ну, там, есть, допустим, день рождения, мы действительно подготовились, разыграли, поздравили. Это, конечно, более серьезный повод. 1 апреля не так серьезен, но, тем не менее, есть люди, которые, ну, целенаправленно готовятся, обращаются к профессионалам, ну, и, соответственно, выбирают какой-то вариант и, соответственно, его реализуют. Скажите, поздравлять в 1 апреля можно любого, либо все-таки нужно точно знать, человек с чувством юмора, его можно поздравлять, а другие просто не воспринимают этот праздник? Ну, я скажу так, по статистике нашего агентства, абсолютно практически любой мужчина, ну, за редким исключением, нормально относится к розыгрышам. Девушки, ну, вот, далеко не каждая, вот, адекватно. Не любят девушки сюрпризы. Нет, они сюрпризы любят, и вот, ну, все-таки надо разделить, да, вот, есть розыгрыш как таковой, да, ну, я сейчас примеры приведу, вот, а есть некое оригинальное поздравление, ну, как красиво, не знаю, на вертолете спустились, там, не знаю, там, вас, там, не знаю, осыпали лепестками роз. Это уже не розыгрыш, а именно поздравление такое, вот, девушкам в область поздравлений. А вот именно если розыгрыш, то это лучше все-таки мужчин поздравлять. Конечно, надо смотреть и искать, скажем так, у человека, ну, не слабые места, а то кто-то к машине трепетно относится, кто-то в армии не был, и как-то у него этот вопрос не закрыт. У каждого есть какие-то нюансы такие, на которые можно, вот, как бы, ну, проанализировать и на основании вот информации о этом человеке разработать конкретно под него некий проект, назовем это, соответственно, его согласовать с заказчиком и реализовать с максимумом эффекта. Ну, и давайте теперь к практике непосредственно. Какие розыгрыши были, можете рассказать, поделиться, может быть, наши зрители сейчас услышат и тоже повторят. Да, я не буду рассказывать, что будет, ну, как бы, вот к этому 1 апреля, да, то есть, ну, как бы, рано еще об этом говорить, да, сюрпризом пускай будет. Вот, но из того, что было, значит, ну, вот один из таких вот, он вроде бы лежащий на поверхности, но настолько вот он эмоционально прошел. То есть, вот, друзья собрались и решили поздравить, скажем так, своего друга, вот, 1 апреля. Притом, вот очень интересная ситуация, человек, не знаю, у человека машина за несколько миллионов рублей, ему до 27 лет, и как-то так получилось, что он не урегулировал вопрос с армией. Ну, как-то вот так вот, ну, не знаю, как-то вот получилось. То есть, и реально мы, значит, смоделировали такую ситуацию, что он выходит из дома, там, к своему автомобилю, и вот, вот, наряд, военный комиссариат, то есть, милиция, все, его забирают в армию. Вот, но тут, как бы, его везут в часть, просто реально в часть, в часть уже, там, согласовано, и вот, как бы, вот, и вот, пока это все вот происходит, и уже там, друзья, грубо говоря, около, как бы, ну, в самой части уже ждут. Вот, но тут вот, ну, я не буду, там, нюансы все, как бы, всю сюжетную линию рассказывать, ну, сама уже, по себе, такая ситуация, когда человек понял, ну, вот, все, я попал, все, я поехал, кажется, все, сухари сушить, нечего больше делать. Все, и вот он, когда уже оказывается, и вот он видит, что друзья этого разыграли, вот тут, конечно, ну, как бы, вот, очень много эмоций. Я бы очень разозлилась на таких друзей, вот честно. Мы и говорим, что, говорится, здесь девушки есть мужчины. Не, он хорошо отреагировал, посмеялся полностью, там, ну, как бы, перекрестился, выдохнул и забыл. Первоапрельский розыгрыш обязательно должен быть связан с какой-то экстремальной ситуацией, человеку нужно сначала напугать, а потом, ну, расслабить его, либо, может быть, это может быть проще. Ну, тут есть, значит, ну, как бы, вот, наше агентство, да, как бы, оно профессионально единственное, наверное, в городе занимается вот розыгрышем. Есть нескольких таких вот авторских подходов, я бы так сказал, ну, некая теория, да, вот, поздравление розыгрышей. Ну, вот, согласно этой теории, все-таки нужно создать некую ситуацию, ну, знаете, как, систему потрясти, то есть, вначале, если там, вот, как бы, по прямой, все-таки эмоции, как бы, вначале какие-то такие, ну, ну, вот, как бы, ниже, скажем так, нуля, да, а потом уже, когда ситуация вот вся вот, ну, как бы, уже, как бы, развязка, соответственно, положительные эмоции, а не наоборот. То есть, как бы, ну, в итоге всегда положительные эмоции. То есть, чем ниже падешь, тем выше взлетишь, получается. Ну, тут, как бы, нет, ну, конечно, тут без перегибов есть, ну, какие-то экстремальные ситуации, ну, как бы, бескрайности, да, то есть, все равно мы, наша задача, как бы, не унизить человека, ничего с ним не сделать там, но все-таки, чтобы вот... Я думаю, что все равно без перегибов не обходилось. Бывало так, что вот вам, ну, не то, что там морду били, но обижались. Ну, я таких ситуаций не помню, как бы, наша задача, как профессионалов, на самом деле, вот эти варианты, ну, вот, разные есть, ну, вот, часто люди приходят, ну, не так часто, наверное, процентов 10-15, люди приходят со своим вариантом. При том, как правило, этот вариант, ну, он может быть из головы, при том, очень часто, ну, или из кого-то фильма где-то кто-то увидел, да, вот, и вот этот вариант очень часто, он не привязан, а никак к жизни, то есть, ну, он просто или бы не реализуем, или реализуем, но это совершенно другой уровень реализации, ну, если мы хотим подстраховаться, чтобы ничего не случилось, там, и так далее, вот, либо это действительно вариант с сильным очень перегибом, и с этим человеком надо работать, ну, с заказчиком, и объяснять ему, что какие плюсы и минусы, какие риски с этим есть. И вот мы, как профессионалы, да, которые, нам скоро будет 10 лет, вот, занимаемся вот розыгрышами, поздравлениями, мы должны объяснить, где какие вот скрытые вот эти вещи, которые человек, ну, просто, ну, при отсутствии опыта. Профессионалы, профессионалы, это все здорово, но если вот так не обращаться ни к кому, 1 апреля уже через неделю, давайте, вот, профессионалы сходу с лету, несколько идей. Давайте всем расскажем, как мы над ними будем шутить. Нет, 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 я предлагаю все-таки, значит, ну, если мы говорим по типу, по типу, там, не знаю, вся спина белая, конечно, это каждый человек может реализовать, значит, и сам. Нет, ну, про серьезные. А я предлагаю обращаться к профессионалам, они разработают для вас варианты, из которых вы выберете, в принципе, даже еще время есть, то есть, ну. То есть вы нам сейчас не хотите никаких секретов рассказать. Я хочу вам говорить, обращайтесь, обращайтесь, и мы подготовим для вас такие эксклюзивные какие-то вещи, специально под человека, под вас. Да, Филипп дал самый главный рецепт розыгрыша, сначала человека нужно испугать, чтобы потом, когда он понял, что нет, все в порядке, ему будет весело, забавно и, в общем, легко. Ну, да, то есть тут в любом случае мы идем по пути, по такому, да, что вначале мы стряхнем немного человека, а потом уже, когда он понимает, что это все-таки ситуация, которая... Ну, и сейчас, я думаю, мужчины нас тоже услышали, наши зрители, и поняли, что женщины не любят розыгрыши. Поддерживаю, подтверждаю, могу подписать где угодно, имейте в виду. Спасибо большое. Спасибо. У нас, так сказать, в подготовку в канон 1 апреля в гостях был Филипп Буккалов, директор Екатеринбургской компании, профессионально занимающийся розыгрышами.